Всем привет! Ну что, пришло время разобраться в грунтах. Первичные наполнители, их так много, давайте разбираться. И снова я нарисовал табличку, в которой нарисовал варианты ремонтов, варианты грунтов, и сейчас будем ставить плюсики или минусики, где данный грунт будет участвовать. Конечно же, у нас все грунты делятся на несколько классов. Первый класс – это первичные грунты, это всё логично. Видите, я уже с них написал первичные грунты, отметил единичкой, и уже даже в табличке занёс эти единички. Что же это за грунты, которые относятся к первичным грунтам? Давайте смотреть. Пластик-праймер, конечно же, это первичный грунт для хорошей адгезии с пластиковой деталью, именно голым пластиком. Поэтому новый пластик, соответственно, мы ставим плюсик. Да, ремонтный пластик. Да, в формате протиров голого пластика. То есть, если вы делаете деталь какую-то, ремонтируете, ну, пластмассовую, соответственно, и нигде не пробивались до пластика, то там пластик-праймер не нужен. Если у вас много прошлифовывал, где голый пластик, конечно же, там надо будет сначала подпылить пластик-праймером, и только уже потом накрывать каким-то наполнителем. Поэтому здесь всё равно ставлю в плюс. Новая деталь в катафорезе? Ну, конечно же, нет. Зачем там пластик-праймер? Минус. Голый металл? Тоже минус. И ремонтная деталь металлическая? Конечно же, там тоже минус. Там пластик-праймер нам не нужен. Кислотный грунт? Тоже является первичным грунтом. И тут как раз-таки он подключается к металлическим деталям, потому что к пластику он совершенно не нужен. Новая деталь в катафорезе? Нужен он там или нет? Давайте представим, что у нас деталь вся хорошая, катафорез не испорченный, нигде ничего не пробито. Конечно же, тогда там не нужен. Если мы, конечно же, там вся деталь у нас поцарапана или даже был на ней ремонт, то это уже как бы не такая-то новая деталь. Там уже и наполнитель будет использоваться, да? Поэтому я поставлю с минус, потому что на новые детали в катафорезе там он не нужен. Голый металл? Да, конечно же. Нам нужно пассивировать пленочку голого металла, чтобы она перестала быть активной, что и делает кислотник. Но кислотник не может применяться без последующего какого-то грунта-наполнителя. Ремонтные детали? Здесь то же самое, как с ремонтным пластиком. Если на нашей детали есть пробитости до голого металла, то, конечно же, нам нужен будет кислотный грунт. Поэтому ставлю плюс. Следующий первичник – это универсальный грунт, который может по-разному вообще быть применён. Может ли он использоваться на пластике? На пластике нет. Ни как праймер, ни в ремонте, не нужен он там. Нам новые детали в катафорезе может? Может. Так вот я поставлю плюсик. Но в каком формате? В формате мокрый по-мокрому грунта. Голый металл? Может? Конечно, может. Причём таким образом, что он тоже будет как мокрый по-мокрому, как вариант. В формате, когда мы, допустим, ободрали весь капот до голого металла, да, и решили покрасить его. Конечно, можно взять эпоксидник, нанести, подсушили минут 30, наносим базу в лак, пожалуйста. Либо в формате тоненькой плёночки под наполнитель, под шлифовку тоже можно. Поэтому, как вариант мокрый по-мокрому, так же, как под наполнитель тоже можно. Ремонтная деталь, конечно же, можно. Как, и тут вообще много чего можно, ставлю плюс. И как изолятор, и как подложка под шпаклёвку, да, то есть нанесли, высушили, нанесли шпаклёвку, чтобы заизолировать голый металл, чтобы была адгезия хорошая, потому что сейчас, сами знаете, цинки разные, на каких-то шпаклёвке держится, на каких-то нет, эпоксидник эту проблему решает. Нанесли, высушили, шпаклюем, никаких проблем не будет. Поэтому эпоксидник – это очень универсальный грунт. Ещё раз напоминаю, может быть как мокрый по-мокрому, как изолятор и как подложка под шпаклёвку. Как наполнитель можно, но когда он высохнет, вы просто будете абразив убивать, а перешлифовать будет очень-очень тяжело, потому что грунт становится очень каменным. Грунт мокрый по-мокрому. Это любой грунт может быть. Новый пластик можно? Можно. Ставим плюс. Но есть одно но. Он должен использоваться только после пластикпраймера. Поэтому на пластикпраймер я ставлю единичку, вот в этой колоночке, да, мы смотрим. А вторичка будет здесь. Ремонт пластика. Может ли использовать там грунт мокрый по-мокрому? Самое главное, чтобы это была заводская деталь с заводским покрытием, чтобы не произошло никаких казусов, там, вспучивания или ещё чего-либо. Тогда можно. То есть это может быть даже в формате ободрать полностью бампер, например, до голого пластика. Подготовить его таким образом, чтобы он был прям идеально ровный, без рисок. И спокойно дальше опять берём, наносим пластикпраймер, наносим грунт мокрый по-мокрому. В общем, кто делал, тот знает, о чём я говорю. Ремонтную деталь можно использовать пластику, как мокрый по-мокрому. Поэтому мы ставим плюс. Опять же, мы рисуем здесь двоечку, что это только после пластик. Ну, вот здесь, конечно же, вот так. То есть, опять же, к этой колонке обязательно пластик, праймер и потом только уже мокрый по-мокрому. Дальше. Новая деталь как в тфорезе. Ну, здесь сам Бог велел, конечно же, да. Ведь оно для этого и суждено. Голый металл. Да. Опять же, возвращаемся к нашему капоту, который мы ободрали до голого металла и решили его покрасить мокрый по-мокрому, потому что вмятия нету. Можно, но, опять же, с оговорочкой, это будет второй грунт, который нанесётся на эту деталь. Первым будет, ой, не туда пошёл, извиняюсь, это будет кислотный грунт. Здесь я зачеркнул. Кислотный, либо можно быть ещё эпоксидный. Ну, такую вариацию редко используют, когда тоненькую плёночку эпоксидника и потом мокряк. В основном, либо кислотник с мокряком, либо отдельный эпоксидник, как мокряк. С ремонтной деталью грунт мокрый по-мокрому тоже имеет место быть такой ремонт. Опять же, только в формате, если это деталь заводская, в заводском лакокрашенном покрытии, потому что они менее агрессивные к воздействию растворителя, который у нас находится в грунте. Поэтому тоже можно, но главное, качественно подготовить. Такой ремонт имеет место быть, значит, мы можем использовать его. Ставлю плюс. И, соответственно, это будет в формате двойки и единичка на кислотном грунте. Так, остаётся у нас грунт-наполнитель. Новый пластик, может быть? Ну, может быть, если он опять же будет ремонтный, но тогда это уже не такой новый, поэтому минус. Ремонтный пластик, ну, конечно же, он поэтому и ремонтный, и, соответственно, там используется наполнитель. Плюс. Ну, и, конечно же, ставим сразу двоечку, потому что перед пластик-праймером сначала. Дальше. Новая деталь в картофорезе. Может, нет, только если будет шпаклёвка. А шпаклёвка – это уже никакая не новая толком деталь, это уже ремонтная, поэтому минус. Голый металл. Здесь может быть, потому что всё-таки у нас это будет ремонтная деталь. И может быть так, что мы сняли покрытие, да, допустим, опять наш капот, но где-то на носике у нас были вмятники. И нам пришлось их подшпаклевать локально, соответственно, локально и подгрунтовать. Поэтому, да, можно. И здесь, опять же, ставим цифры. Это будет второй грунт. Первый будет у нас, конечно же, кислотник. Ну, и ремонтная деталь остаётся, конечно же, да. Для этого, как говорится, у нас наполнитель и существует. И, конечно же, двоечка. Вот такая несложная таблица получилась у меня, которая вам поможет разобраться, где и когда применять грунты. Конечно же, есть ещё всякие специализированные грунты и на водной основе, и на цинковой основе и так далее. Но это совсем другая история. Сейчас основные грунты, которые применяются в ремонте, они здесь, в этой табличке. Всё станет понятно. Пользуйтесь. Я думаю, что у вас всё получится. Понравился видос, ставь обязательно лайк. Не забудь подписаться, если ты ещё не подписан. И нажимай колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видосы. Чем дальше, тем лучше. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.